Территорию Международной академической школы Одесса будет украшать Аллея Сакур. В преддверии новогодних праздников и каникул учителя, а также студенты и преподаватели Национального университета Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета высадили около сотни красивых деревьев рядом с уникальным образовательным объектом. Ландшафтный дизайн школы постоянно совершенствуется. Месяц назад во дворе высадили молодые сосны и ели. На очередном субботнике побывала и наша съемочная группа. Цветение Сакур – это красота и эстетическое наслаждение, ради которого тысячи туристов ежегодно едут в Японию. Теперь это чудо будет и в Одессе. Аллея Сакур появится вдоль улицы Академической и будет украшать Международную академическую школу Одесса. Как раз хорошие деревья. Каждому дереву по 3-4 года мы высаживаем, они лучше всего приживаются. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов отмечает, что благоустройство и озеленение города – одна из важных традиций для коллективов Национального университета, Одесская юридическая академия, Международного гуманитарного университета, а теперь уже и школы будущего, которая в этом году распахнула свои двери для маленьких одесситов. Это уже традиционно. Вот я вспоминаю, мы же переехали 23 года назад при создании Одесской государственной юридической академии. Здесь, на Пионерской, мы стали озеленять этот район. Тогда мы высадили каштаны, высадили ели. Сегодня они огромные уже и на территории, и за территорией. Нужно поддерживать эти хорошие, добрые традиции. Вот эти традиции поддерживают и студенты Международного гуманитарного университета. Они у себя на территории повысаживали деревья. И сегодня это целый парк, где отдыхают одесситы, не только студенты, которые учатся. Национальный университет, юридическая академия, колледжи наши, они тоже высаживают деревья и озеленяют. А вот здесь это новое. Вы же помните, здесь был чистый пустырь. Мы построили вот школу. Здесь, рядом с школой, начали озеленение. И традиции эти новые уже появились. Вот мы высаживали хвойные деревья, очень важно. Мы каштаны высаживали, акации много. Вот на Пионерской туда дальше мы делали субботники, повысаживали на территории Межрейсовой базы моряков около сотни акаций. Сегодня территория Одесской юрокадемии, Международного гуманитарного университета, склонов и набережной на 8-й станции Большого фонтана является образцовой. Однако только на этом коллективы вузов не останавливаются. И плюс ко всему регулярно проводят субботники в городских парках и скверах. Сегодня в День Святого Николая президент Международной академической школы Одессы Сергей Сергеевич Кивалов делает новый подарок нашему замечательному городу. Сегодня мы все высаживаем аллею Сакур вдоль академической 30. Я думаю, что это замечательный проект. Почему проект? Потому что это все-таки вклад в озеленение и, наверное, в развитие инфраструктуры города. Потому что и одесситы, и жители нашего города, проезжая здесь по улице, будут видеть прекрасную цветущую аллею Сакур. Я думаю, что, конечно, это внесет и, знаете, такой положительный вклад в их настроение. Это очень важно. Почему? Потому что в Национальном университете Одесской юридической академии заложена эта хорошая, добрая традиция. Практически каждый студент преподавать должен посадить одно дерево. Вы знаете, что засажена полностью озеленена восьмая станция Большого фонтана. Вдоль Национального университета Одесской юридической академии уже много десятилетий существует аллея ЛИП. А сегодня новый вклад, новое развитие вдоль Международной академической школы Одессы будет аллея Сакур. И в такой светлый православный праздник Николая Чудотворца, коллектив Международного гуманитарного университета, именно ректорат университета во главе с президентом нашего университета Сергеем Васильевичем Киваловым, сегодня провели очень хороший субботник. Многие города в Украине хвастаются тем, что у них есть аллея Сакур. И мы решили, что в Одессе образовалась абсолютно новая школа будущая, Международная академическая школа Одессы, и что она обязана иметь свою аллею Сакур. Мы уверены, что жители города Одессы, учащиеся этой школы, руководство этой школы, с удовольствием будут проходить по этой аллее, любоваться аллеей, и, конечно же, обращать внимание и на Международную академическую школу Одессы. Улучшение ландшафтного дизайна – это не только благоустройство школьной территории, не только красота и польза для города и его жителей. Это еще и гармоничное развитие детей, учеников школы будущего, воспитание у них любви к природе, развитие чувства прекрасного. Мы детей с первого класса учим. Вот они принимают самое непосредственное участие в высадке деревьев. Каждый ребенок подводит, когда родители приводят его в школу, он говорит, вот это дерево я высаживал. И гордится, что он причастен к озеленению. Вот это один из самых главных элементов воспитательной работы среди детей, среди студентов. Еще на завершающем этапе строительства вдоль школы были высажены молодые сосны, которые сегодня уже прижились. А месяцем ранее дети вместе с учителями и президентом Международной академической школы Одесса высадили еще сотню хвойных деревьев. Очень здорово, что сегодня в такой замечательный светлый праздник, как День Святого Николая, в нашей школе продолжаются традиции по озеленению нашей школы и прилегающей территории. И после наших красивых елок, которые были высажены совсем недавно, сегодня мы высаживали аллею Сакур, которая еще пройдет немного времени и весной очень красиво будут смотреться здесь, на фасаде нашей школы. Сакура довольно неприхотливое дерево. Оно не требует особого ухода. Чтобы оно прижилось, дерево нужно высадить в декабре. И достаточно своевременно поливать. К тому же, каждое новое посаженное дерево делает наш город еще более красивым и зеленым. Здоровые легкие – это лучшая профилактика против коронавирусной инфекции. Деревья – это не только источник здоровья и кислорода для общества, но и сама работа посадить – это эмоционально, очень позитивно. И это действительно дает очень хорошую зарядку для организма. И те люди, которые сегодня вышли, они с большим удовольствием, с глубоким дыханием делали эту работу. Коллективы Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета и Международной академической школы Одесса продолжат реализацию социального проекта по озеленению города. До Нового года запланировано еще несколько субботников по высадке Сакур вдоль улицы Академической.